Девушки отдыхают Смотри дальше. Battlefield 1 классная и становится еще лучше. Недавно добавили премиум друзей. У всех Forever Alone на короткий миг появилась возможность завести настоящих друзей. Для чего надо было всего лишь купить премиум игры и громко заявить о покупке в общественном месте. И все, за вами тянется шлейф халявщиков, которые получают доступ к премиум картам, играя с вами в отряде. Но акция была временной, вот и разбирайтесь, кто настоящие друзья, а кто так, попользовал и бросил. Также разрабы пообещали обновлять игру ежемесячно, а не посезонно, как было раньше. Теперь нытье и проклены игроков будут услышаны и удовлетворены быстрее. Кроме этого, скоро в Battlefield 1 появится система взводов, что поможет сообществу лучше координировать стратегические действия и бегать с красивыми шевронами. А, ну и обновленные системы аренды серверов. Но вам это зачем? Не успели мы насытиться дополнением о Франции, как нам уже показали первые концепт-арты нового DLC, посвященному Восточному фронту «Во имя царя». Мы уже делали объяснительный ролик по царской России, где строили предположения о локациях и событиях этого дополнения. Из концепт-артов точно известно, что в игре с дополнением «Во имя царя» появятся зимние локации, которых пока так не хватает игре. О том, что бы мы хотели увидеть в этом дополнении, повторяться не станем. Но после таинственной пасхалки о зомбаках «Во они не пройдут» сразу вспомнилась жуткая атака мертвецов, произошедшая в Осовце в 1915 году. Русские обороняли крепость Осовец от наступления немцев. Нападающие применили хлор по всем позициям и рассчитывали на полное уничтожение обороняющихся. Но несколько десятков русских солдат выжили, рассверепели и пошли в контрнаступление. Такого поворота событий немцы не ожидали и быстренько отступили. Очевидцы отмечают, что русские солдаты с бешеной яростью атаковали немцев как единое целое. Страшно представить, что пережили те несчастные выжившие после того, как рядом с ними махом были уничтожены несколько род их собратьев по оружию. Наверное, зомбаками в форте ВО Дайсы намекают на появление особого режима игры «Атака мертвецов», посвященному этому эпизоду Первой мировой. А как вы относитесь к ночным прогулкам под открытым небом? Этим летом DICE подарит вам такую возможность, введя бесплатную карту «Тренч». Черновая версия карты уже обкатывается в CTE и к началу лета будет доработано сообществом. Как мы разведали во время тестирования, «Тренч» представляет собой открытое пространство, изрезанное окопами. Хоть нам и позволяют взять танки или лошадей, более уверенно здесь себя чувствует именно пехота. Ибо пересечь карту напрямую будут мешать все те же окопы, в которых ваш транспорт наверняка застрянет, и в котором вас будет поджидать штурмовик с гранатой. Карта, по всей видимости, еще на ранней стадии. Нам пока только представили ландшафт-шаблон, который сообщество будет наполнять вплоть до релиза летом. Как видите, хайп вокруг Battlefield 1 не угасает, хоть игре уже полгода. Постепенно игра продолжает раскрывать свой потенциал и не только дарит нам яркие впечатления, а также подталкивает к изучению интересного исторического периода. Спасибо Dyson за победу! Напомним, что наш хайп-трейн едет на энергии лайков, а содержание вагонов роликов зависит от комментариев, оставленных вами. На этом все. Над этим роликом трудились я, Александр Чернов и Алекса Мельник. Удачи и до встречи на Playground.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok